Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Он был задействован в спектаклях Татьяна Рипина и Гудбай Америка. Также он играл роль военного в постановке «Собачье сердце». Сведений о биографии актера крайне мало. Он был скромным человеком и часто уступал роли более нахрапистым коллегам. Зрители в комментариях к советским фильмам часто отмечали, что эпизодические роли Солимоненко были более талантливые, правдивые и искренние, чем главное в исполнении именитых артистов. Зрители помнят актера по фильмам «Аэропорт», «Сослужебного входа», «Сердце друга» и «Родина солдата». Об этом сообщает Рамблер. Также о смерти актера высказались многие поклонники. Как страшно, не верится соболезнований. Царствие небесное. Ужас какой мои соболезнования и его семье и коллегам. Соболезнования родным и близким. Я поверить не могу, принять не могу. Ушел из жизни. Замечательный человек и талантливый актер. Хороший друг. Просто не укладывается в голове. Как жаль, он был замечательным человеком и талантливым актером. Пусть земля ему будет пухом. Славным был человеком и хорошим актером. Да упокоит Господь его душу. Он оставил после себя сильный современный театр, притягательный для зрителей и экспертов. Он был масштабной талантливой личностью и имел большой авторитет. Напомним, на днях также не стало актера и режиссера и вранье. Французский актер и режиссер Ранье умер от сердечного приступа на 79-м году жизни. Об этом сообщили в субботу, 24 апреля, телеканал LCI. По его информации, актер умер в своем доме в пригороде Парижа Ние Сюрсен в ночь на субботу. Наибольшую популярность Ранье получил во Франции за исполнение ролика Миссара Муллена в одноименном сериале, который в настоящий момент насчитывает 8 сезонов. Он также сыграл в фильмах «Граф Монте-Кристо» режиссера Клода Остонлара, «Неистовый», «Роман Аполанский», «Спасибо, жизнь», «Бертрана Блине» и многих других. Всего за свою карьеру снялся в более чем 50 картинок.